Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну что же, уважаемые дамы и господа. В эфире неочередное, неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Его ведущий я, Анатолий Червец. Участники, все вы, дозвонившиеся к нам в студию по номеру телефона 847-400-5200. Вы, конечно же, можете нас видеть и слышать у нас на веб-сайт radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook Radio NVC и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC. Зайдя на наш YouTube-канал, пожалуйста, увидев кнопочку subscribe, нажмите эту кнопочку, подпишитесь к нам, как говорится, в друзья, и мы с радостью будем с вами общаться. У вас будет доступ к нашим передачам в архиве и так далее. Ну, а перед самым началом нашей программы я бы с огромным удовольствием хотел бы поблагодарить хозяев магазина Allegro Deli, это Людмилу и Бориса Вайсманов, за все те посылки, которые эти добрые люди собрали и доставили нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Их действительно осталось очень немного у нас, и с огромным удовольствием они, конечно же, получали эти посылки. Я также хотел бы поблагодарить всех тех волонтеров, которые любезно согласились и выделили свое время на то, чтобы развести эти посылки, доставить их. У меня есть даже несколько таких очень трогательных историй, где, привезя посылку, волонтеры встретились с получателем этой посылки, с участником Великой Отечественной войны, который им предлагал выпить за победу, ну и так далее. Ну, это очень-очень трогательно, так как, конечно же, наши уважаемые ветераны, они прошли, ну, мне не нужно вам рассказывать через все эти муки, которые они прошли, и тем не менее остались настолько человечными, настолько благодарными. И поэтому вот от лица Ассоциации ветеранов и от всех работников нашей радиостудии я бы с огромным удовольствием хотел бы поблагодарить еще раз Люду и Борю Вайсманов, магазин Allegra Deli, за их очень щедрые многочисленные подарки для ветеранов и, конечно же, волонтеров, которые доставляли эти подарки. Спасибо вам огромное, друзья. Вот это пример того, как можно отдавать, как говорится, дань людям, которые это заслужили. Спасибо всем огромное. И надеюсь, что в следующем году вы также сможете повторить вот это доброе дело, и у вас также будет достаточно волонтеров, которые смогут вам помочь. Еще раз огромное спасибо Allegra Deli и все волонтеры, которые просто предоставили свое время, транспортные средства и так далее. Спасибо. Теперь, вот у меня появился звонок, наверное, что-то связано с объявлением. Ну, добрый день, вы в эфире. Спасибо. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Анатолий, рад видеть и слышать, и вообще ваша студия замечательная. Спасибо вам огромное. Два вопроса есть. Пожалуйста, пожалуйста. Что слышно по результатам встречи Помпео в Хельсинке с Лавровым? Да. И тут же, и тут же, почему он не поехал в Берлин и срочно вернулся? Если что-то известно, конечно. Ну да, но я расскажу из того, что мне известно. Чуть пообширнее. Пожалуйста. Какая сейчас ситуация между Надлером и Баром? Я понял. Все, будем освещать. Слушайте нас по радио. Спасибо огромное за звонок. Значит, давайте прямо с самого начала, значит, какая, то есть, состоялась ли встреча Лаврова с нашим министром иностранных дел Помпео. Да, она состоялась, по словам нашего министра иностранных дел. Это было очень продуктивное. Это была очень такая светская встреча. Ни в какие подробности никто не вдавался. Было сказано только одно. Было обсуждено очень много стратегических вопросов. То есть, я так понимаю, что, когда нам говорят, были обсуждены стратегические вопросы, я думаю, что это включает в себя ситуацию в Венесуэле. И, конечно же, я думаю, что это лично мое мнение, что это включало разговор не только о России, но я также думаю, что там были упомянуты и Иран, и... То есть, страны, ну, вот Северная, вернее, Китай, который также пытается вмешаться в дела Венесуэлы. Поэтому я больше чем уверен, что разговор шел именно об этом. Я просто по-другому не вижу других таких важных тем, которые бы они обсуждали именно вот сейчас в это время. Теперь, почему Помпео не поехал в Берлин? Опять же, это от пресс-службы, от его пресс-службы, пресс-службы министра иностранных дел. Это было связано с конфликтом по времени. Так, что это значит, то есть, с чем это действительно связано, конечно же, мы не узнаем, но официальная версия – это конфликт в расписании, конфликт во времени встреч, и поэтому он не поехал в Берлин. Что слышно в отношении разговоров в Хельсинке? Опять же, да, это были, ну, вы понимаете, разговоры в Хельсинке, то есть, вы же понимаете, что это связано вот с антарктическим вот этим альянсом. Ну, Россия там пытается установить свои системы вот там на севере. И я думаю, что это все было связано с этим. Плюс, опять же, Помпео сегодня, и вы знаете, я с этим согласен в какой-то степени, нужна опять, вернее, появилась нужда в создании коалиций, в создании поддержек других стран, то есть, чтобы Америка не оказалась как бы изоляционной или изолированной от своих единомышленников, от своих, как это сказать, короче, стран, которые нас поддерживают. И, естественно, Помпео, то есть, там собрались страны именно вот этого северного альянса, где мы нечасто с ними встречаемся, поэтому я думаю, что это было очень важной встречей. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, вот когда говорят, что встреча прошла плодотворно, так это означает, что ни о чем не договорились. Если вы о чем-нибудь договорились, так тогда вы сказали, о чем договорились. Хотя плодотворно, значит, ни о чем не договорились. Спасибо большое. Ну, я с вами немножко не согласен, хотя, опять же, я тоже не могу утверждать обратное, но вы сами прекрасно понимаете, что то, о чем говорят дипломаты, то есть, есть два вида переговоров. Есть переговоры, которые подразумевают подписание каких-то документов, и если такие документы подписываются, тогда они их оглашают в средствах массовой информации, но если говорят такими общими словами, там, это была продуктивная встреча, значит, эта встреча была не для того, чтобы подписывать какие-то договора. Это просто была встреча для того, чтобы два министра иностранных дел встретились, обсудили какие-то рабочие моменты, и это было сделано, и это абсолютно не обязательно разглашать в средствах массовой информации. Поэтому сказать, что ничего не было достигнуто, это очень такой пессимистический позыв, и я с ним не согласен. Может быть, у кого-то есть другое мнение, но, по крайней мере, это мое. Вот, так что, это вот ответ на ваши вопросы по поводу Помпео, по поводу его непоездки в Берлин и так далее. Я думаю, что у них достаточно еще будет времени встретиться, я имею в виду с Ангелой Меркель и так далее, и обсудить свои моменты. Сейчас у нас самый насущный момент – это именно то, что происходит в Венесуэле, то, что происходит в Израиле, и то, что происходит в отношении Ким Чан Иена. То, что происходит в Китае, видите, вот как интересно, быстренько. То есть, вам Трамп еще раз доказывает свою правоту в том, что он делает. Для всех тех, которые пытаются критиковать Трампа за то, что вот он начинает эти трейдворс, и они ни к чему не приведут, мы теряем там сумасшедшие деньги. Ну, вот для всех знатоков, в кавычках, экономики Америки, чем Трамп вам доказывает, что вы не правы. Вот смотрите, Трамп создал тарифы, это было несколько месяцев тому назад, где он поднял там больше, по-моему, если я не ошибаюсь, на 250 миллиардов, по-моему. Эти тарифы начали работать, очень хорошо работали и так далее. И вот Китай, как говорится, абсорбировав вот эти вот тарифы, которые уже были нанесены на товары из Китая, они решили немножко, как говорится, обратить на себя внимание. Так, это поиграться мускулами, высказали несколько нелицеприятных предложений в сторону Трампа. И казалось бы, что вот соперники Трампа и его противники уже просто радовались тому, что вот видите, вот вам, пожалуйста, вот вам результат работы Трампа. На что Трамп ответил очень просто и легко. Он просто добавил тарифы еще на 200 миллиардов товаров из Китая. И вот вдруг уже в Америку направляется делегация из Китая. Скорее всего, могу с вами поспорить о том, что, конечно же, это будут обсуждаться новые тарифы. Китая будет высказана, ну, по крайней мере, так называемая неприязнь к новым тарифам, но, тем не менее, Китаю придется все-таки с этим либо смириться, либо стать, опять же, на путь истины. Потому что то, что происходит сегодня именно в деле с Китаем, конечно же, оно неприемлемо по одной простой причине. Во-первых, несоразмерные отношения по продаже и покупке товаров, то есть по обмену товара, давайте скажем так. И самое главное, наверное, самое главное, это то, что Китай продолжает присваивать интеллектуальную собственность американских производителей. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Вы видели сегодня маркет? Упал почти на 600 пунктов. Ничего страшного, поднимется. А я понимаю, ничего страшного. Да. Маркет реагирует. Страшнее, когда вы начнете плакать о том, что в Уолл-марке повысились цены. Не-не, плакать будете вы, Феликс. Вы забываете. Я не буду плакать. Что это вы постоянно жалуетесь и плачете. Я с вами не буду сегодня спорить, у меня просто нет настроения. Но маркет падает и поднимается абсолютно нормально. И если вы перестанете читать Chicago Sun Times и Tribune, а начнете читать хотя бы Wall Street Journal, а еще лучше его понимать, то, о чем там пишут, то вы поймете, что маркет всегда движется вверх и всегда движется вниз. Для чего это делается? Это делается по двум простым причинам. Маркет упал не из-за Китая, уважаемый Феликс. Маркет упал из-за того, что директор Федерального резервного банка, господин Пауэлл, сказал такое неосторожное слово о том, что все в экономике проходящее. И этим самым он, ну не будем говорить обвалил маркет, просто он дал понять, что в принципе не нужно так легко относиться к тому, что он не поднял ставку в этой четверти, или в прошлой четверти, в первой четверти, в первом квартале этого года. То есть он дал понять, что вполне, как только он увидит движение роста цен, он тут же будет поднимать ставку. Вот и все. Маркет отреагировал абсолютно адекватно на то, что сказал господин Пауэлл. Да, мы потеряли некоторые пункты, мы все равно находимся практически на рекордной точке. А вот то, что мы будем платить дороже в Волмарте, поверьте мне, что бы не произошло с Китаем, мы все равно будем платить дороже по Волмарту. Почему? Потому что, к сожалению, ну такие компании, как Волмарт, как Таргет, даже Каско, компании, которые продают китайскую продукцию, они просто спекулируют на этих отношениях. Вот и все. Поэтому постепенно цены все равно будут расти, и никуда мы от этого не денемся, когда они вырастут до такой степени, где нужно будет остановить эту инфляцию, будет поднята учетная ставка, инфляция будет остановлена, и экономика пойдет вперед. Поэтому, уважаемый Феликс, перестаньте поднимать панику. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, я на своем жизненном опыте убедился в том, что все и в политике, и в экономике вернется на одном. Я сказал, а вы как хотите. И так, и почему прыгает в стаке, и почему прыгает все? Потому что где-то кто-то выразил, кому доверяют или мнение для которого является каким-то индикатором тех или иных событий. А дальше начинаются неуправляемые события, в зависимости от доли тех, кто это делает. Все правильно, абсолютно, вы абсолютно правы, мы к этому не имеем никакого отношения, поэтому вот что нам скажут, то мы и будем иметь перед нами, как говорится, вот у себя на тарелке. А все остальное это чисто такой треп человека, который абсолютно не понимает в том, что происходит сегодня. Спасибо вам огромное, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, в отношении с Китаем, хорошая фраза товарища Ленина, что капитализм у нас продаст веревку, на которой мы его повесим. Вот, к сожалению, Запад и продал китайцам вот эту вот веревку, и они уже сплели хорошую петлю. И Трамп, может быть, первый из многих предыдущих президентов, ну, там разобрался и пытается выбраться, пытается не залезть хотя бы в эту петлю. И вот эти все его критики, которые очень боятся, что их новый смартфон будет стоить на 200 долларов дороже, поэтому ни в коем случае нельзя ничего делать с Китаем, но они же не видят, что будет дальше. Конечно, конечно, согласен с вами, смотрите, те, которые жили в этой стране до того, как вдруг появился так называемый глобальный капитализм, мы когда-то абсолютно спокойно надеялись на свои ресурсы, абсолютно спокойно. Мы производили все то, что мы потребляли, мы потребляли все то, что мы производили, и мы абсолютно нормально и спокойно жили в нашей стране. У нас была гордость того, что на всех продуктах или продукции в Америке было написано Made in USA, ну, а для Феликса лично это было написано Made in USA, потому что так вот он читает эти дела. Но, тем не менее, абсолютно спокойно жили. Я понимаю, что и да, есть такое понятие, как глобальный рынок, и мы должны к этому приспосабливаться. Мы вынуждены с этим считаться, так как это происходит сплошь и рядом во всем мире. Единственное, с чем я не согласен, и то, с чем Трамп также не согласен, это глобальная экономика не должна работать в укор американской экономики. Все. Вот до тех пор, пока глобальная экономика продвигает американскую экономику, вот тут у нас будет все в порядке. Что значит продвигать американскую экономику? Это значит, до тех пор, пока наш экспорт, вернее, да, наш экспорт будет превышать наш импорт, у нас все будет в порядке. К сожалению, то, что происходило за последних лет 20, это то, что наш экспорт, конечно же, был намного меньше, чем то, что мы привозили. И мы тратили деньги на то, что мы привозили, деньги уходили из страны, и поэтому это было неприемлемо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день еще раз. Пожалуйста. Альтолий, когда началась вся эта вакханалия с Китаем, я своему хозяину объяснил. Я говорю, вы немножко путаете, Китай не Мексика. Это высокоцивилизованная страна, которая быстренько научится и пошлет вас на все трибуки. Мне объяснили это одним словом. Я, дескать, дурак. А это бизнес, ты понимаешь? Это бизнес. Да. Так вот, то, что произошло, это вина вот этих самых бизнесменов. Чего они сейчас квакают, я не знаю. Одно только радует, что Китай ничего сам нового делать не может. Вот такие они хорошие повторялки. Перестаньте им давать новое, и они задохнутся в этом всем штабе. Абсолютно правильно. И больше ничего не надо делать. Не нужно протестовать, не нужно. Нужно так, чтобы их продукция стала старой именно ей. А в Америке появилась новая, совершенная и на все годы. Спасибо большое. Вы абсолютно правы, спорить с вами не буду. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Добрый день. Слушай, я совсем практически согласен с вами. Дело в том, что мы сами себя как-то душим. Почему? Потому что цена энерго-носителей, цена рабочей силы в Америке настолько высока, что продукция, которая производится, она довольно-таки становится неконкурентной по цене, по себестоимости своей. Это первая проблема. А вторая проблема – это технологии. То есть для того, чтобы их не воровали. Их нужно просто вовремя продать, так как Израиль, допустим. У Израиля тоже воруют, но они успевают его продать. И получатся это деньги. И поэтому воруй, не воруй дальше, это уже какой-нибудь не проблема. Поэтому в этом вся проблема с конкурирующими продукцией из Америки. В этом вся проблема. Когда, естественно, в Китае энергоносители стоят иранские в 10 раз дешевле, или там в три раза, грубо говоря, и цена, себестоимость труда там составляет, наверное, в 10 раз точно меньше, так, естественно, продукция, которая там вырабатывается, она будет по себестоимости тоже во много раз дешевле. Я с вами согласен до определенного момента. То есть, да, энергоносители, ну, вы понимаете, получается как? Энергоносители мы не можем обрушить маркет, потому что у нас есть такие... Все-таки Саудовская Аравия, которая производит нефть, это наши союзники, и также Кувейт. Поэтому мы не можем, как говорится, на зло бабушке отморозить уши тем, чтобы взять просто обрушить маркет из-за России и Ирана. Потому что если мы обрушим этот маркет, мы его обрушим для очень многих производителей, Венесуэла в том числе. Теперь, насчет интеллектуальной собственности. Разница между Америкой и Израилем в том, что Израиль не имеет свои производства в Китае. Они делают полностью всю... То есть, они исследования производят на территории Израиля. Потом, вот то, с чем они вышли, они это могут продать как технологию, на этом заработав деньги. И потом их уже не интересует, что с этим происходит. К сожалению, в Америке немножко другая ситуация. Очень много американских компаний, которые находятся в Китае. И одна из проблем, это так, с которой Трамп наконец-то начал бороться, это то, что по закону китайского бизнеса вы должны... То есть, фактически часть ваших компаний принадлежит Китаю. То есть, вы делаете какие-то исследования, вы что-то как бы производите, какие-то новые технологии, но вы для того, чтобы там находиться и для того, чтобы там вести бизнес, вы обязаны обмениваться вашими вот этими инновациями. И поэтому, китайцы, используя вот эти законы ведения бизнеса в Китае, они этим макаром воруют у нас нашу интеллектуальную собственность. Понимаете? Вот в чем проблема. Кроме того, что они еще воруют у нас секреты, которые даже сделаны здесь у нас на территории Соединенных Штатов. Само собой, не могу с вами в этом поспорить, они точно так же их воруют, эти технологии. Но вот эта специфика ведения бизнеса в Китае, к сожалению, она просто нас грабит. Давайте, дорогие друзья, у меня горят две линии, мне нужно прерваться на перерыв обязательно. Пожалуйста, либо оставайтесь на линиях, либо перезвоните после рекламной паузы. Спасибо огромное. Спасибо.